Давид. Жак-Луи Давид. Известный французский живописец времен французской буржуазной революции. Родился в 1748-м, умер в 1825-м году. Жак-Луи Давид учился в Академии художеств у Вьенна. В ранних работах художника чувствуется влияние Буше. После посещения Рима Давид создал ряд исторических картин. Велизарий, просящий подаяние, Андромаха, оплакивающая Гектора. Они отличаются суровым благородством образов и пластической ясностью форм. Выдающимся произведением этой тематики является написанная в 1784 году клятва Горациев. Образ трех мужественных римлян, готовых пожертвовать собой во исполнение гражданского долга, был воспринят как революционный призыв. Эта картина привлекла к художнику симпатии передовых кругов Франции, обеспечила ему положение главы нового направления в живописи, которое укрепилось после того, как в 1789 году художник создал картину «Брут». С 1789 года Давид стал активным деятелем французской буржуазной революции, руководил устройством массовых празднеств, вырабатывал новые формы костюма. Ему принадлежит инициатива организации в Лувре Национального музея. Он был членом конвента, где неоднократно выступал с речами, был близок к Робеспьеру. Художник начинает рисовать огромную картину об историческом собрании Генеральных Штатов 20 июня 1789 года под названием «Клятва в зале для игры в мяч». Однако картина осталась незаконченной. В ряде других холстов Давид запечатлел образы трагически погибших героев революции. Такова написанная им в 1793 году картина «Смерть Марата». Давид сохранил точность передачи обстановки и портретное сходство, однако придал образу злодейски убитого друга народа черты подлинного героизма. Полуобнаженная фигура Марата выступает из темного фона. Портрет, написанный в суровой и простой манере, выглядит как памятник. Тяготение к ясности и выразительности образов присутствует во многих портретах Давида. Таков портрет госпожи Рекамье, в котором много простоты и естественности. Выразительная фигура выступает четким силуэтом. В период правления Наполеона Давид продолжает занимать ведущее место в художественной жизни Франции. Художник пишет портрет молодого Наполеона, картину «Наполеон при переходе через Сен-Бернар», а также огромное полотно коронования Наполеоном Жозефины. Оно содержит множество превосходных портретов современников. После реставрации бурбонов Давид эмигрирует в Брюссель. Он продолжает писать портреты и картины, но не достигает в них уровня прежних шедевров. Казарка. Это жук из семейства долгоносиков. Длина жука 4-8 миллиметров. Цвет золотисто-пурпурный. Личинка безногая, длиной до 9 миллиметров. Казарка – опасный вредитель яблони, сливы, груши и абрикоса на юге России. Жуки питаются почками, повреждают также бутоны, листья и плоды. Самка откладывает до 300 яиц по одному в мякоть плода, одновременно заражая его спорами плодовой гнили. Личинки казарки развиваются только в загнивших плодах, а кукливаются в почве.